Доларива это тот гард, который требует постоянной работы по уведению взрывновесия, по атакам соперника и еще по чему-нибудь. Итак, всем привет! Думаю, вы посмотрели уже наше видео итога по проходам открытого гарда. И мы переходим к проходам Доларивы, да? Но чтобы люди могли проходить Долариву и нормально в этом расти, они должны в первую очередь хорошо держать Долариву. Потому что, ну, что там проходить-то, если у вашего соперника Доларива отваливается от любого пинка, да? То есть вы не сможете наработать качественный навык прохода, если он ее не держит. У нас это было у одного из ребят, он поехал бороться на своего в Питере. Соперник сначала держал достаточно жесткий халфгарф, потом взял Долариву. И вот тогда Доларива у него была не очень, как бы, Денис просто через нее перешагнул, оказался в сайде и выиграл, да? Вот чтобы таких ситуаций не было, и чтобы мы тренировались проходить гарден нормально, в такой жесткой мужицкой Долариве, да? Мы сейчас записываем это видео, да, и будем отрабатывать. Я вставлю сюда. Итак. Что важно знать о Долариве? В отличие от обычного открытого гарда, например, такого, где я могу очень комфортно сушить схватку, да, не давая ему меня проходить, Доларива это атакующий гард. Взять Долариву, да, и решить в ней просто полежать, пусть к тому, что вас пройдут. То есть Доларива это тот гард, который требует постоянной работы по уведению взрывной версии, по атакам соперника и еще по чему-нибудь. Очень важно Долариву правильно брать, да, то есть ту версию, которую я сейчас показываю, я посмотрел у Майки Миссумечи, и его версия Доларивы, как вот он рассказывает, это такая Доларива, которую тяжелее всего пройти, потому что она наименее уязвима, да? Чем она отличается? Сейчас, в отличие от большинства людей, я буду ставить ногу не в бедро, да, а именно в тазовую кость. Почему так? Если я ставлю ногу в бедро, он отставляет ногу назад, я очень легко теряю контакт с его ногой. Его таз же, даже несмотря на то, что он отставляет ногу назад, таз уходит на гораздо меньшее расстояние, я фактически все равно лучше контролирую, чем его бедро. Итак, смотрите, первую ногу, которую мы ставим, мы ставим вот эту ногу. Смотрите внимательно, я не повернул тазом ни в одну из сторон, я лежу ровно на спине, у меня таз опущен. Я лежу так, что мои плечи смотрят на его плечи ровно, да? А вот этой рукой я беру захват за штанину. Как мы берем? Смотрите, вот я поднимаю большим пальцем штанинку, набираю четыре пальца, да? И очень важно, смотрите, если я ставлю пальцы вот так, то он легко тянется за рукав, возьми. Дернет вверх, видите? Вырывается, поэтому когда я беру, я взял, я поворачиваю захват боком, беру вот такую вот кружку, да? То есть здесь, если он будет тянуть, все-таки мои пальцы продержатся подольше, сорвать будет гораздо тяжелее, да? Дальше сейчас нужно еще второй захват руками взять, смотрите. Вот он стоит высоко, он же не хочет наклониться максимально низко, чтобы дать мне отворот, да? То есть он такой, он не будет вам сфотки предлагать, возьмите, пожалуйста, меня за отворот, да? Поэтому что я делаю? Сейчас чуть с этой стороны снимите. Вот у меня ноги, да? Я встаю на локоть, пум, дотягиваюсь. Не надо нагибаться, то есть я сам, то есть я встаю на локоть, дотягиваюсь до отворота, ложусь и вот здесь я уже перехвачусь, да? То есть мы должны понимать, что мне соперник ничего не предлагает сам, да? Он стоит высоко, опять же, смотрите, логика какая. Вот он стоит сейчас прямо, вот прям супер прямо, он не может проходить, да? То есть он просто, чтобы проходить, он просто чуть наклонится, да, чтобы до ног дотянулся. Вот, я встаю на локоть, я дотянулся, опустился. Важно, я беру так, чтобы мой кулак оказался вот рядом с его ключицей. То есть у меня не должен захват висеть вот здесь где-то, да, как будто у него грудь пятого размера мне мешает ближе взяться. Я беру так, чтобы вот, упираться в ключицу. Очень важно, я не тяну его к себе, то есть сейчас напряги жестко спину. Если я буду тянуть его к себе, просто у меня откистится рука, она очень сильно устает. Моя рука как работает? Если он хочет к ним прижаться, допустим, в халфгарф пролезть, да, моя рука, вот, она выступает как фрейм, да, как распор, когда не дает приблизиться. Если же он хочет выпрямиться, то просто за счет того, что я держу захват, кимоно висит у него на шее, не дает ему нормально распрямиться. Я не добавляю здесь абсолютно бесполезную работу по тяге бицухой, да, то есть он сейчас будет подниматься, если вверх, я как бы не тянул бицухой, я все равно не удержу. Поэтому вот, прямая рука, выполняя функцию как контроля расстояния, так и ограничения, как бы, его отдаления от нас. Еще раз, я встал, взял, опустился. Очень важная, частая ошибка, то есть вы взяли захват, и вы уже оказываетесь как-то вот здесь сбоку. На самом деле, это нехорошая позиция для вас, почему? Потому что он легко получает доступ к вашей боковой стороне, то есть вот в этой стороне ног, да. Кто смотрел видео по предыдущим проходам, те видели, почему поверхность нельзя отдавать, да, за заходы вниз, ларис. Вот, поэтому, если я окажусь сильно сбоку, он дотянется до моих ног, раскроет их, и у меня будут проблемы. Я лежу еще раз, вот, мои плечи, напротив его плеч, важно, да. Вот мы лежали, он чуть-чуть повернул плечи куда-то, да, чуть-чуть повернул куда-то плечи, я, блин, поворачиваюсь за человеком, да, то есть я всегда преследую человека, да, потом я буду увешать из равновесия, но не должно быть такого, что вот я лег, мы все равно стоим, погоди, погоди. Человек начинает куда-то двигаться, куда-то разворачиваться, ногу сейчас будут убирать, перешагивать, да, то есть, он когда повернулся корпусом, убирает ногу, и я такой, э-э-э, так вот лежу, как бы. А да, я все время фронтально со своим соперником. С руками разобрались, теперь ставим ноги. Сейчас так вот довернемся. Вот эта нога ставит, смотрите, ребят, выпьем, пожалуйста. Вот это вот, это все, бедро, таз, вот здесь косточка, вы должны ее почувствовать своей стопой. Смотрите внимательно, я поставил ногу на таз. Частая ошибка у вас, видите, колено смотрит наружу, вы показали внутреннюю сторону, человек просто втыкает руку вам в ногу, ее сбивают, у вас отвалилась нога, как бы вы ни держали, да? То есть я поставил ножку в таз, у меня захват, у меня колено, вот оно, видите, смотрит в него, то есть я не показываю ему ни внешнюю сторону, ни внутреннюю сторону, то есть вот у меня нога не вот так, а вот так. Очень важно, все это тщетно, если вы просто прикоснулись к нему стопой. То есть я вот сейчас не вдавил ногу, не просто прикоснулся. Он легким движением руки его берет в любую сторону. То есть, пум, да. То есть, участвую людей, этот нога вообще отваливается постоянно. Что я делаю? Я вот эту ногу, я очень жестко втыкаю ему в таз. То есть я не толкаю его, я не пытаюсь его оттолкнуть куда-то. А я именно очень жестко упираюсь ногой ему в таз, чтобы ему было очень тяжело убрать мою стопу. То есть сейчас, даже если он подергает, вот, она сразу не отходит. Ему придется рвать дистанцию, отшагивать, чтобы сбить ногу. Она стоит гораздо плотнее. Теперь мы переходим ко второй ноге. Чистейшая ошибка, можно, наверное, с этой стороны рвать. Почему вы не можете взять лариву? Выпрямись, пожалуйста. Вы свое бедро располагаете в упор к его ноге. Вот, ваше бедро к его ноге в упор. Смотрите внимательно, я сгибаю ногу, вот, видите, крючка ларивы нету, потому что у меня бедро в упор. Люди все равно умудряются как-то раскорячься, засунуть сюда стопу, мне уже неприятно. У них такая вот вялая ларива, у них внутренняя сторона колена видна. И он не то, что рукой соберет, он просто выпрямит сейчас ногу. Не, просто выпрямит назад. Вот так вот коленом сделай назад. То есть я вот запрямил, вот, у меня отвалился крючок. Очень важно, смотрите. Как я взял, у меня не должно быть ноги в упор, я ровно перед ним. И между моим бедром и его коленом есть определенное расстояние, то есть не вот так. Вот. Здесь я беру стопу на себя, очень важно, никуда вот так вот ногу не выкручиваю. Стопа на себя, и я делаю крючок. Пум! Смотрите внимательно. Если у меня будут колени в разные стороны, опять же, он легко рукой собьет эту ногу. И она отвалится. Я не хочу, чтобы она отваливалась. Я взял расстояние, крюк, и я поджал свои колени. Сейчас впереди, пожалуйста. Посмотрите внимательно на мои колени. Мои колени смотрят ровно на человека. Не вот такая позиция у вас, да? Прием гинеколога называется, не головио. Вот такая. Я здесь. Моя нога очень жестко в него уперлась. То есть бум! Я уперся, колени узко, захватчики держу, я ровно перед человеком. Сейчас давай возьмемся жопой в камеру. Сейчас все внимание на мой таз. Почему вы часто не можете взять нормальную таларью? Берите внимание, как я сейчас лягу. Я лягу сейчас вот так. У вас получается микро подворот жопы в сторону. Из-за этого у вас нормального крючка не будет, у вас постоянно раскрытое колено. Снимательно смотрим на мой таз. То есть я должен... Вот, у меня таз ровно на земле. Нога уперлась. Нога... Пум! У меня абсолютно удобный, нормальный крючок. У меня спина на полу, у меня сильное движение. У меня ничего никуда не выламывается, ничего никуда не отсушивается. Что сейчас поделаем? Просто лежим. Или там, где хотите, делайте карт-пул. Делайте карт-пул, берем захватики, берем длариву. И он просто ручкой потыкивает ваши ножки, проверяя, вы вообще жестко взяли или нет. То есть не отваливаться ли у вас от легкого движения нога. Не отваливаться, делаем все заново. Привучаемся брать ноги в правильную позицию. Поехали! Итак, один из главных вопросов, который нас интересует, это сохранение дларивы. Поэтому все, что мы сегодня будем делать, будет направлено на то, чтобы дларива не отвалилась, да? Потому что, да, если... Смотрите. У меня была дларива, он смог поснимать там все крючки. И у меня превратилась просто в open guard позиция, да? Которая для меня гораздо слабее, а ему проходить гораздо удобнее, потому что он более мобильный, но он может комбинировать проходы, да? Уже как только я, допустим, из open guard беру длариву, он должен проходить именно дларива-гард, да? То есть я сужаю количество его возможностей, открываю большее количество возможностей для себя, да? То есть у меня больше контроля, я могу супер-проводить и так далее. Потому что очень важно, чтобы позиция никуда не отвалилась. Итак, за штанинку, ножка очень жестко в таз, ножка здесь, колени прямо. Еще раз, я напротив него, да, вот это важно, должны за этим следить. На локоть взял, рядом сключится, смотрите. Бывает, если у вас кимоно уехало куда-то, да? Но перехватитесь, вы повыше. Колени прямо, ножка очень жестко уперлась, вот я здесь. Первый мой способ сохранения гарда, это выводить его из равновесия, да? Смотрите, вот он положил руки на мои ноги, он собирается их убирать. Но если я толкну его в какую-то сторону, ему придется ставить руки на пол, да? И он не будет занят убиранием моих ног. Обратно вставай. Поэтому я должен учиться выводить его из равновесия. Вот, я здесь, очень важно. Если ваши ноги не стоят жестко, и вот эта нога в таз не уперлась, у вас все отвалится. Если у вас стоит все жестко, ему придется приложить усилия, и что самое важное, перенести вес и потратить время. Смотрите, вот он сейчас, просто положи легонько ладошку на мою ногу. Да, просто легонько ладошкой потыкай. Она никуда не убирается, видите? То есть она стоит. Поэтому, чтобы убрать ногу, просто дать вес. Сейчас убирает ту ногу, которая в крючке. Смотрите, он начинает давить в ту ногу, которая в крючке. Начинает давить, в нее он хочет давить. Что я делаю? Я рукой и своими ногами делаю движение ровно вбок. Еще раз, убери давление. Он начинает давить, он давит, давай вес. Бум! Он выставляет руку в пол. Бред, внимание, ноги у меня отвалились. Я не тяну его к себе, да? То есть вот у меня барьер нога, барьер рука. Он встает, он же сам встает. То есть здесь нет свипа. Бум! Довернул таз. Я сохранил позицию. Ножка жестко встала, коленки узко. Он начинает отжимать вторую ногу. В этот момент я делал движение ногами вбок. Вот, я поставил его на руку. Обратите внимание, ногу вы видите, приподнимаю вверх, чтобы он не был таким устойчивым. Да, он встает обратно. Я довернул таз. К нему фронтально лег. Сохранил позицию. Ноги снова, он начинает отжимать ногу. Движение ногами вбок. Бум! Да? Важно, я не просто вот так вот лежу. Он возвращается, я такой. Ну ладно. То есть, он возвращается, я доворащиваю свой таз, ложусь. Да? Иногда он просто берет меня за ноги, начинает давить, что я здесь делаю. Смотрите внимательно на движение. Вот с этой стороны, пожалуйста. Я толкаю его ногами, одновременно сажусь. Для чего? Вот смотрите, мое расстояние между грудью и коленями. Я толкаю, сажусь, и расстояние не поменялось. Я ложусь, тяну колени к себе. Видите, его подтащило. То есть, толкну колени к себе, ногами вверх. Вот я его поднял. Он у меня никуда не падает, ноги на месте. Я его поднял. Поставил. Сохранил позицию. Сейчас на камеру, посмотрите, на воздухе чуть-чуть. Тойди. Движение ногами. Вот ларива, нога в таз. Да? Движение ногами. Вот у меня спина лежит. В один бок. Да? То же самое. В другой бок. Вот прямые ноги работают в бок. Дальше, смотрите. Я. Да? Толкнул. Лег. Колени к себе. Вверх. Да? То есть, вот движение, которое я делаю. Если мои ноги стоят жестко, это позволит мне обыгрывать его первую реакцию. Да? Первое его давление. Еще разочек-то я покажу. Я специально взял вот очень большого человека. Мальчик, сколько ты весишь? 110 килограмм. 110 килограмм весит наш мальчик. Да? И нормально он держится. То есть, еще раз. Смотрите. Он немножко, видите, плечи в бок. Если я возьму вот здесь, видите, рука изнутри держится. Идеально ложится и сбивает. Я слежу с соперником. Я не делаю по-тупому. То есть, вот здесь я. Видите, уехал куда спинкой. И вот здесь его рука, видите, ему изнутри уже неудобно. Ему просто руку выкручивать. Сейчас его рука удобно ложится и вот здесь. Да? Вот я сюда ушел. Все, идеальная рука изнутри ляжет. Да. То есть, вот я четко перед ним. Расстояния между ногой нет. Нога очень жестко уперлась. Колени узко. Да. Смотрю за тем, какую ногу он будет убирать. Он убирает какую-то. Начинает убирать какую-то из моих ног. Бум. Ногами в бок. Руками, видите, я его толкаю в бок. Ноги стоят. Да? Это именно сильное движение ногами. Он начинает обратно вставать. Довернул таз. Вот я здесь. Нога уперлась жестко. Он начинает убирать вторую ногу. Бум. Сразу же. Я не жду, когда меня его уберут. Я сразу же работаю. Обратно возвращаюсь. Да, он просто сел такой, поджался. Окей. Толкаю. Сажусь. Колени к себе. Вверх. Прям вообще статуя такая. Нажми на кадр фотки. Хочу, чтобы у меня фотка была такая. Все. Ножку вычислишь. Сейчас так же пулем. Берем лариу. Он начинает отжимать ножки. Увешиваем его из равновесия вправо-влево. От себя вверх. Все. Поехали. К сожалению, не все наши соперники тупые овощи. Нам достаются хитрые гомосексуалисты. Поэтому они делают такое хитрое движение. То есть они не просто давят в ногу. Они начинают убирать свой таз противоположную сторону. Замри. Не, наоборот. Смотрите. Он начинает давить в эту ногу, а таз уводит вот туда. Да. Видите? Чтобы снять крючок. И наоборот. Когда он начинает давить в эту ногу, он уводит. Таз в эту сторону. Да. Отшагивает ногой. Как бы еще делает шаг ногой назад. Да. Чтобы убрать. Отжать. Здесь мы делаем все то же самое, что делали в предыдущем упражнении. Только наоборот. То есть смотрите. Ноги жестко. Я здесь. Он начинает давить вот в эту ногу. Убирать таз в ту сторону. Я его туда вывешиваю. Да. Он встает обратно. Я подвернулся. Он начинает убирать мою ногу. Убирать таз в другую сторону. Я его туда вывешиваю. Да. Вы должны очень четко понимать, какое движение делать. То есть просто ли он давит рукой, да, то есть стоит. Или он уводит таз. Если он начинает уводить таз, да, мы его заваливаем в эту сторону. То же самое бывают люди, которые берут за два отворота меня руками, подсаживаются пониже и начинают играть вот этот. Я у мамы камень, короче. Вот. Человек подсел, голову опустил пониже, его растолкать невозможно. То вот у нас работа не меняется. Сиди, сиди плотно. Я сажусь, толкаю, ложусь вверх. Какой бы камень ни был, он либо полетит через меня, либо выставит ручки. Задание почти не меняется, только теперь он начинает именно отворачивать таз, да. Он может хитрить, он может, наверное, один раз просто отжал, два просто отжал, а второй раз отворачивает таз, и вы должны сделать правильную реакцию, вывести его из равновесия. Понятно? Поехали. С уединением равновесия мы уже с вами разобрались. Надо видеть, что вы там тоже разобрались по другую сторону камеры, да. Вот. А теперь переходим буквально к защите ног. То есть вот у меня позиция, ножки вставлены, колени прямо еще раз, вот это одна из самых важных вещей. Чем сильнее ваши колени расходятся, тем слабее ваша позиция. Да, вот я здесь. Но я должен понимать, что в какой-то момент он все-таки мои ноги отожмет. Это абсолютно нормально. Да, начинаем вот с этой ноги. Смотрите, он отжимает мою ногу. Вот здесь очень важно. Видите, он изнутри отжимает. Если он положит ногу, руку, точнее, ровно вверх, дави. Ну, никуда нога не уйдет. Ногу всегда выжимают изнутри. Неважно, ближе к стопе, ближе к колену. Не суть важна. Ее всегда выжимают изнутри. Смотрите, встань нормально. То есть вот, появились, вот мы боремся, да. Он начинает выжимать. Смотрите, вот он давит изнутри. Что я делаю? Я отпускаю крючок, стопа на себя. И теперь я свое колено резко прижимаю к его колену. Видите, тем самым, еще раз положи, я счищаю его руку со своей ноги. То есть, видите, вот, у него выкручивается запястье, я прижимаю. Очень важно. Я здесь не просто прижимаю, я сделаю вот такой толчок коленом в колено. То есть, коленом в колено для чего? Чтобы немножко его заблочить в позицию. Это не очень приятное движение. То есть, я просто прислоню, окей. Ну, я делаю прям квот коленом в колено. Это не очень приятное движение, оно не помогает. Дальше. Колено к себе, крючок, бум. Вот я вернул. Дальше. Он снова снимает, у тебя колено не узкое. Он берет, начинает давить, давить. Я держу, держу. Бум, коленом в колено. Бум, перезаправил. Да? Теперь чуть на меня повернись, чтобы эта нога была лучше видно. Теперь касательно вот этой ноги. Смотрите. Эту ногу он убирает в две стороны. Либо четко вниз сбивает между ног себе. Да. Либо убирает, ну, чаще он ее все-таки убирает во внешнюю сторону, сбивая вниз. Ну, вниз, изнутри вниз сбей. Да, то есть для чего? Чтобы тоже перешагнуть. То есть он сбивает вниз, за штанину-то возьми нормально у меня, нет? Вот, что тоже он будет так же перешагивать, пытаться через нее. Да, завести себе между ног. Так, бывают люди, которые ногу берут с внешней стороны штанины и уводят вот сюда. Но, если вы делаете правильно, у вас нога жесткая, это очень тяжело. То есть, смотрите, вы ногой жестко уперлись, ему нужно оттянуть таз, там, и так далее. То есть это обычно проблема у тех, у кого вот нога вот висит, да? Человек просто берет ее и резко сбрасывает вовнутрь, да, если у вас нога висит. Чтобы нормальную ногу убрали вовнутрь, ну, это как бы, должно очень многое сложиться. Как мы эту ногу защищаем? Смотрим внимательно. Он начинает давить на мою ногу, неважно куда. Вот смотрите, где у меня колено. Колено сейчас на удалении от корпуса. Он давит вниз. У меня повисла стопа. Дави-дари нормально, пожалуйста. Я никуда ногу вернуть не могу. Видите, она меня давит. Дай вес нормально. Вот. Я никуда не могу вернуть ногу, да? Потому что колено далеко от корпуса. Отсюда следует моя первая реакция. Он давит в ногу, колено к себе. Видите? Даже когда он давит, моя стопа уже выше. Что я делал дальше? Я своей ногой перекрываю его руку. Держи, пожалуйста, дари жестко. Я изнутри вот закидываю. Обратите внимание. Не стопа вверх, а стопа вот так вот наружу. Видите? У меня колено развернуто максимально. Для чего? Когда я перекрыл его руку, то есть его рука под моей ногой, ему тяжелее всего выкинуть мою ногу куда. То есть он выкидывает, а выкидывает прям. Вот. То есть я давлю ее прям своей ногой, давлю вниз. Дальше что я делаю? Вот очень важно не пропускать этапы. Дальше стопа вверх. Поворачивайся нормально. Я выпрямляю ногу. Вот здесь наступает магия. Некоторые люди не отпускают эту штанину. То есть вот. Видите? Он просто держит меня за штанину, думает, что у него есть контроль. Что надо делать с такими людьми? Я просто прямую ногу веду себя за голову. Все. Его утаскивают, потому что опоры у него нет. И на самом деле люди виснут на руке. То есть иногда бывает, смотрите, вот. Отпусти. То есть бывает, вот я просто упираюсь, вот согни руку. То есть, да, люди не убирают, вот здесь. Смотрите, он стоит спокойно. Вот я его, видите, выдергиваю, но никуда не летит. Я просто ногу прямую начинаю вести, видите? Его начинают опрокидывать вперед. Это вот против жадных людей, которые вцепятся в штанину или нехая отпускают. То есть не надо здесь ничего выдумывать. Вцепился он в вам штанину, я выпрямил ногу. И прямую ногу, не поднимая таз, все за голову. С ним сделать, да, возможно, я полезу в треугольник. Возможно, вам оплату, возможно, еще что-то сделаю. Но человек очень сильно потеряет равновесие и повиснет в опасной для него позиции. Еще раз смотрим. Я здесь, я вот здесь. Он начинает убирать колено к себе, стопу. Это очень важно. Важно, смотрите. Я не должен делать на каждое касание. То есть я жестко упёрся, он начинает давить, давить. Вот, бум, перекрылся. Он будет работать, я тоже здесь работаю. Бум, бум. Смотрите, вот сейчас очень внимательно на эту руку смотрим. Что он захочет делать? Он хочет поменять этот захват. Он хочет пропустить свою руку под моей ногой. Отпусти захват-то. Дай руку. Руку свою дай. Он вот хочет провернуть руку, чтобы взять здесь. И снова загрузить. То есть обратно, вот здесь. Он пропускает свою руку под ногой. Вот, чтобы загрузить. И мы теперь обманываем его в этом движении. Обратно. Смотрите внимательно. Он прокручивает руку, и я прокручиваю ногу. Бум. Я поставил ногу в таз. Ещё раз посмотрите. Было. Он крутит руку. Вот. Он крути, крути, крути. Вот когда она проходит здесь, моя нога уходит снаружи и очень жёстко втыкается в таз. Да, после... Теперь чуть быстрее сделаем. Смотрите. Вот я здесь. Он начинает отжимать колено к себе, перекрыл. Смотрите. Я вот прячу. Я пока не выпрямил. Я, видите, вот держу. То есть я вот раскрываю. Он будет прокручивать. Бум. Вперёд. К себе. Вверх. Частая ошибка у людей. Это то, что когда они защищаются, они перестают контратаковать и введением взрывновесия. То есть смотрите. Вот. Приверёмся туда. Я вот. Перестань, как бы, боком поборачиваю. Перестань, как бы, боком доворачиваться. Перестань, как бы, бороться будешь. Вот, да. Смотри, как бы, бороться ровно, что ты, как бы, боком поворачиваешься. Да. То есть смотрите. Вот я здесь. Он начинает убирать мою ногу. Допустим, да. Он убирает. Я бум. Перекрылся. Здесь. Поставил в таз. Поставил. И что? Ему что, сложно было рукой водить? Он радостный, стоящий на двух ногах. Учитывая тайминги и ошибки, начинает ещё агрессивнее охотиться за вот этой ногой. В какой-то момент я окажусь вот здесь. Да, и у меня будут всё-таки проблемы. Налорирую насчет сыпаться. Поэтому. Смотрите. Вот сейчас. Да, любую ногу атакую. Он начинает атаковать. Бум. Вот я здесь. Колено здесь. Пум. Бум. Вот. Я постоянно его вывешиваю из равновесия. То есть он не должен стоять. Как только он встанет спокойно, он начинает снова атаковать. Да. То есть вот поэтому. Вот я вывожу. Здесь он не атакует. Здесь он вынужден защищаться. Это моя позиция. Сейчас. Что делаем? Защитили одну ножку. Да. Вывели из равновесия. Вторую вывели из равновесия. Да. Либо вперёд-назад. Подняли вверх. То есть сейчас мы вставляем ноги. Да. То есть защищаем каждую ногу. И после каждой защиты вы введение из равновесия. Всё понятно? Поехали. Так. Оттащи меня за ноги назад, потому что мы в тёмной зоне. И вот. Отлично. Итак. Последняя деталь. Да. Это связка с хранением длоривы. Да. С open guard. Смотрите. Иногда вот бывает, что мы просрали всё. То есть всё. Он взял нас за ноги. Он отжал. И часто проблема у людей, что они просто опускают стопы. Такие принимают своё поражение. Такие ног. Ну ладно. Буду пройдён. На самом деле всё не так. И мы просто возвращаемся на этап назад. Смотрите. Как мы берём длоривы. Например, мы запулили open guard. У нас был там рукав от ворот. Да. Что я делаю? Я беру штанину. Контроль. Контроль. Да. Там. Перехватился. Вот я взял. Я беру. Мне отжимают ноги. Я держался. Я не успеваю с реагировать. Что я делаю? Стопы вверх. И резко выпрямляю ноги. Нет. Что ты захвата отпустил? Он ещё раз отжимает. Я бум. Я выпрямляю. Обратите внимание. Стопы у меня поворачиваются вовнутрь, чтобы зацепить его спину. Вот я здесь. Что я могу сделать? Он сжимает. Я подъезжаю. У меня есть время побороться с его руками. Если надо, я могу сорвать захват. Поработать в другом гарде. Могу дотянуться. Сорвать второй захват. Могу так сделать. Могу сделать по-другому. Я отжимаю ноги. Важно. Колени к себе. Стопы вверх. Происходит выстрел ногами. Я зацепил. Он начнёт чуть-чуть по-другому двигаться. Потому что видите, вот этот позит, смотрите, он сейчас держит за две ноги. Я просто за рукой на себя ноги вперёд. Видите, вот. То есть движение, смотрите, ещё раз. Он отжимает мои ноги, берёт штаны. Бум, вверх. Он начинает упираться. То есть я на себя потянул ногами. Очень важно движение, ребят. Посмотрите сбоку. Вот смотрите, движение. Не поднимая таз. Вот ноги. То есть я не делаю вот такой кувырок. Я лёжа, не поднимая ноги. Моя задача заставить его искать в Нарисе. Ещё раз. Мы были в Далариве. Мы здесь. Меня, я проиграл момент. Меня взяли за штаны. Отжали ноги. Я выстрелил. Если он упёрся здесь двумя руками, рукой, важно, не к себе, а за голову. Да, вот сюда рукой веду. Ногами сюда. Вот я потянул. Всё. Пока он возвращается, нога сюда. Бум. Снова летящая ласточка. Ой. Не долетела. Или, например, смотрите. Если он мне там отжимает. Вот отжал мне, допустим, ногу в Далариве. Отжимает. Бум. Я выстрелил. Да. Я здесь что могу? Вот. Сорвал рукав. Могу взять Далариву без штанины, например. Да. Вот я контролирую. Отсюда какие-то опции делаю. Либо отконтролировал, он там начинает снова проходить. Беру штанину. Да. Снова начинает убирать мои ноги. Да. Беру, вывешиваю из равновесия в одну, в другую сторону. То есть. В чём мысль? Вот есть Даларива. Вот у меня есть оппонент. Да. У него свободные руки в данный момент. Он начинает отжимать мои ноги. Отжимай. Если мои столы посмотрят вниз и колени отойдут от корпуса, я проиграл. Поэтому при любой нагрузке на ноги, я подтягиваю колени к себе. Смотрите. Не в руки. Не надо спать. Дальше вот это. Просто бум. Выстрелил. Я быстро. То есть он сейчас стоит. Он хочет убрать ноги часто. Человек вот на эмоциях. Вот я его вывесил. Да. Если мне надо, это будет закрытый гахт. Очень простое движение. Либо он пока уходит назад, отжимается. Вот. Бум. Даларива. Снова. В одну, в другую сторону. То есть в ситуации, когда я теряю далариву, мне ничего не мешает выстрелить ногами вверх, вернуться в open guard, отконтролировать, снять угрозу, снова вернуться в далариву. Или после этого пойти в другой гахт. То есть вы должны понимать, что вам есть куда отступать, если вы отступаете. То есть если вы вот сдались, как бы все, я не двигаюсь, вы проиграли позицию. Но вы можете вернуться на позицию назад, перезапустить позицию, взять новую позицию. Да, вы должны достаточно свободно в позиции находиться, достаточно свободно в ней, внутри позиции перемещаться. Что сейчас делаем? В верхнем пытаются сейчас развалить далариву. Мы ее постоянно держим, то есть защищаем. Если не можно защищать, через open guard перезапускаем или берем закрытый гахт, да, close guard. Как наиболее опасный гахт для нашего соперника, да, и наиболее удобный для нас. О, зрителям всем привет. Спустя, наверное, сколько там, полтора года, там, год с покупки микрофонов, я наконец-то начал снимать техники в зале, вот. Так что я классный, а вы… Ну, вы тоже спасибо, что вы есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!